И снова эти вопросы. Постоянно одни и те же. Как заводить? Почему мы не можем заводить? Что за алгоритм? Люди постоянно задают одни и те же вопросы. Конечно, конечно. Давно-давно в школах у нас не преподают, конечно же, вождение. Поэтому люди технически у нас безграмотные в стране. И они не виноваты в этом. Виновата, скажем так, наше образование, которое не дает должного, скажем так, внимания мальчишкам и девчонкам. Ну что, если вы даже получили мотоцикл, дорогие друзья, это я отвечаю всем на вопросы, то когда вы поворачиваете ключик, проверьте электроснабжение сигналом. Если он пикает, значит и идет электроснабжение. Конечно же, надо обращать, чтобы нейтральная передача горела. Иначе мотоцикл, концевик там на подножке, он не будет заводиться. И плохо. Опа! Не работает. И вы сразу же, у вас впечатление, что не рабочий электростартер. Хотя, не, дорогие друзья, обращайте внимание на красную клавишу. Она отжата. Иногда она залипает. И если она залипает от длительного хранения, туда надо пшикнуть WD-40 и разработать это. Допустим, выключили. Завелся мотоцикл. Ну, это, конечно же, сейчас, скажем так, мы были готовы. Обращайте внимание, что у мотоциклов есть обогатитель. Обогатитель всегда надо натягивать на холодную. Заслонка на карбюраторе закрывается. И тем самым обогащает карбюратор топливом. Его заливает. И он начинает работать. Если заводить без, скажем так, обогатителя, то, скорее всего, вы прокрутите несколько раз коленвал. Мотоцикл не заведется. Но есть самое главное. Если мотоцикл не завелся и вы его прокрутили, та топливная смесь, которая выплюнута была в цилиндр карбюратором, она однозначно через кольца, через поршень попадет в ваше масло. И если вы это несколько раз делаете, а ваши друзья вот так будут делать, то, скорее всего, у вас полный картер будет бензина. И мотоцикл вклинит. То есть, никому не давайте играться просто так акселератором. Проверяйте клавишу, конечно же. Еще секрет. Если вы стоите на скорости, дорогие друзья, вот я включаю. Так, мы не на скорости. Вот мы на скорости. И все, и мы пытаемся. Опять не работает. И вроде клавиша отжата, а не заводится. Объясняю, что на боковой подножке стоит концевий. И пока вы не включите нейтральную скорость, вот мы нашли. Это нет, 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 вниз, вниз, вниз. Вниз, вниз, вниз. И один раз наверх, как на ежаке. Все, загорелась лампочка. И после этого мы заводим. Мотоцикл завелся. Поработал мотоцикл 3 минуты. Представляете, и заглох. Обращайте внимание, что у каждого мотоцикла, практически у каждого, есть кран, и его надо открывать. Есть резерв, и есть открытие. На открытии, это когда полный бак, мотоцикл едет хорошо, там, большой, большой, как бы, скажем так, доступ топлива. На резерве дырочка маленькая, но на нем можно на этом резерве, когда у вас закончится бензин переключить, проехать еще 50 километров. А смотрите внимательно вот эти моменты. Если прикуривать будете мотоцикл, от автомобиля желательно не прикуривать. Прикуривать от аккумулятора и проводами. И помните, что сначала, конечно же, цепляете массу, а потом плюс. Ну, если вы, конечно же, заблудились, то звоните продавцу, который вам продал этот мотоцикл, спрашивайте алгоритм, сразу не ругайтесь. Потому что железо железное, пластмасса пластмассовая. Ну, а вы, в конце концов, не все еще пока, скажем так, мотогерои. Ну, и самое главное, берегите себя, не стройте из себя Гагаринов. Просто ездите и получайте удовольствие. А так, в целом, все хорошо. Если будет, звоните и пишите. Чик-чирики, чик-чирики. Хотят кушать, сейчас мы их поговорим. Добрый день, дорогие друзья. И компания Motolife.ru приветствует вас. И сегодняшний наш видеообзор посвящается мотоциклу свежему. Скажем так, новой компоновке. Там, где уже использованы космические технологии. То есть, где превыше всего вес, крутящий момент, а все остальное отставлено в сторону. Итак, перед вами Honda VFR 800 в его новом обличье. Он очень сильно отличается от своих предшественников. Если второе, третье поколение, это были пузатые квадратные мотоциклы, которые использовались полицией. Следующее поколение, это, конечно же, интерцепторы, у которых глушителя взади, и они похожи на космические корабли. То перед вами совершенно новый Honda VFR. Он маленький, узенький, с маленьким седлом. Конечно же, с очень управляемым рулем и интересными пультами, которые, как на BMW, все под пальцы. Мотоцикл снабжен определенной кнопкой, которая поддерживать будет давление в заднем колесе. Очень красивое информативное табло, которое светится, и очень хорошо его видать даже на солнце. Информативное, красивое. Дизайн мотоцикла уже приближен к космическому. Ну, скажем так, рассказывать по линейке в сантиметрах не буду. Расскажу свои впечатления, какие я получил от мотоцикла. Мотоцикл очень прикольный, легкий, маневренный, с удобной посадкой, с красивой выхлопной системой. Звук намного красивее, чем у его предшественника. Глубокий, мягкий, булькающий. Задняя оптика чем-то похожа на предшественника, но она уже тонированная, дорогие друзья. ВФР интересный, красивый мотоцикл. И его фишка, это, соответственно, маятниковая задняя подвеска. Задние тормоза уже снабжены АБС-кой, поэтому тормоза на этом мотоцикле просто великолепны. Подвеска задняя дополнительно регулируется здесь регулятором. На мотоцикле есть даже задняя общая подножка, на которую можно ставить легко мотоцикл и обслуживать дома. Это очень приятно. Лапки водителя находятся именно так, как находятся на дорожном мотоцикле. Поэтому посадки креветки здесь не будет. Здесь будет ровная прямая посадка. Также и для пассажира здесь будет ровная прямая посадка. Обратите внимание, лапки щелкают. Мотоцикл просто невинен. Хочу заметить, что его пластик сушен, он как бы сдавлен мотоцикл. Он сплющен. Это лишь только для того, чтобы увеличить, скажем так, увеличить обтекаемость мотоцикла. Чтобы он стал более проворный. Да, он стал более проворный. Передняя оптика просто на величине. Она красивая, с ресничками. Похожа чем-то на свежую Дукатти, но намного красивее. Ведь это Хонда. Вилка перевернутого типа, обратите внимание, снабжена слайдерами, чтобы ронять мотоцикл. Но мотоцикл сильно дорогой, его ронять не надо. Передние тормозные диски очень большие на плавающих шайбах. С АБСкой. Ими управляют четырехпоршневые скобы ТОКИКа. Конечно же, спидометр электронного типа. Радиаторы здесь не фронтальные, скажем так, как на предшественнике. Здесь обыкновенный радиатор, который спрятан просто под килем. Мотоцикл за счет этого стал уже и более, скажем так, меньше габаритами. Что будет позволять в городской черте вам просто шнырять. Вы будете как рыба в воде. Ну, соответственно, мотоцикл дополнительно, именно этот, снабжен дополнительным электрооборудованием. Здесь у него крепление под телефон. Ну, это хозяин разберется в этом. Ну, что хотелось бы сказать. Бак здесь железный. Удобная посадка. Сближенная уже. Мотоцикл красивый. Разгоняется очень мягко, прикольно. Но, к сожалению, из-за того, что он уже нового формата и придерживаются здесь Евро-4, мотоцикл больше 197 км в час не едет. У него срабатывает ограничитель по скорости. Хотя потенциала двигателя хватит, чтобы разогнать эту ракету и 300 км в час. То есть, это волк в овечьей шкуре, в котором заключен очень бешеный потенциал. Но компания Honda приостановила, скрыла и оставила потенциал на моторесурс двигателя. То есть, этот мотоцикл подойдет как мотоциклисту, который готов ездить на мотоцикле более 10 лет и не менять его. Очень красивый, очень удобный мотоцикл. Независимо, какая у вас компоновка тела и какой у вас рост. Очень, очень удобный мотоцикл. Скажем, это один из самых удачных продуктов от компании Honda. Ну, что заведу, чтобы вы послушали выхлопную систему. У нее очень красивый мелодичный звук. Загораем. Вот это вот все шик-шик-шик. Мотоцикл работает монотонно, красиво. Выхлопная система дарит красивый звук. Сглажено. Все резко. Дожек срабатывает. То есть, не пахнет ни бензином, не летит Саша. Здесь новые технологии. И еще в плюсе, без этого мотоцикла, на этом мотоцикле нет ничего железного, ничего пластмассового и ничего алюминиевого. Здесь совершенно новые технологии по производству любого материала. И даже сидушка. Сидушка сделана из такого материала, который подарили нам инопланетяне, которые разбились в розвиле. Это все технологии взяты именно с летающей тарелки, которая разбилась в розвиле. Вот. Это Honda VFR. Предшественника называли интерцептор. Ну что, сниму его с общей подножки, расскажу его физику. Чем же он так примечательный? Мотоцикл очень удобный. За счет его маленького седла, узкого, так сказать. На нем сидишь, удобно. Бак приопущен и вперед немножечко, а руль наоборот вверх. Поэтому упор на руки, и я животом не касаюсь практически бака. Хотя живот у меня очень большой. Мотоцикл удобный. Обратите внимание, что лапки стоят прямо, не отведены назад. Поэтому угол ног, ног очень-очень в удобной композиции. Ноги не устают. Поэтому усталость на позвоночник не будет идти. А выводы пластика будут защищать ваши колени. Соответственно, аэродинамический купол будет ровный. И вас не будет колыхать. И соответственно, мотоцикл очень-очень-очень маневренный. Будет удобно им маневрировать. Подвесочка жесткая, но будет отрабатывать неровности даже российских дорог. Ну что, заведу и попробую прокатиться, вам развернуть, чтобы вы видели, как это выглядит со стороны. Мотоцикл прикольный. Еще раз повторюсь, подойдет для любого пилота, лишь бы у вас хватило денег на этот мотоцикл. Красивая работа. Коробочка мягкая, но это же Honda. Отличный мотоцикл. Он просто своей работой завораживает. На нем находиться удобно. Перегрузок никаких не чувствуешь. Завораживает все вот это электрооборудование. Удобная посадка. На нем так и хочется кататься. И самое главное, этот мотоцикл не позволит вам, чтобы вы хулиганили и ошибались. Вы всегда будете его контролировать, потому что максимальная скорость его 197 км в час. И потенциала двигателя хватит ровно настолько, чтобы привязать к нему еще, скажем так, вашу любимую девушку и протащить ее волоком до моря или до места соития. Отличный мотоцикл. Хочу поздравить владельца этого мотоцикла. Его приобрел наш друг, подписчик и клиент. Этот мотоцикл буквально сейчас, через минуту, мы ставим на обрешетку. Алексей Ильич его забивает и мы его отправляем. Еще раз поздравляем владельца. Очень красивый, экзотический мотоцикл. Сам первый раз вижу такой мотоцикл. Спасибо за то, что он позволил прокатиться нам на этом мотоцикле. Сейчас я, конечно же, еще прокачусь по дороге и покажу вам, чтобы вы через камеру увидели потенциал этого мотоцикла. Я попробую заложить апексы и покажу, что на спидометре будет в это время. Спасибо за то, что вы с нами. Оставайтесь с нами. Пишите нам в группу Мотолайф, также сайт Мотолайф.ру. Мы готовы, будем вам помочь с выбором мотоцикла, ну и во всех остальных начинаниях. Оставайтесь с нами. Итак, дорогие друзья, динамические испытания мотоцикла Honda VFR 800. Свежий мотоцикл. Первый раз на таком. Попробуем, что это такое. Не знаю, куча кнопок. Ну, прокатимся и посмотрим, что за инопланетянин такой. Красивые кнопочки. Заводит. Мотоцикл работает очень красиво, с глубоким звуком. Ну, посмотрим, что это за зверек. Очень интересный, своеобразный, с красивым звуком. Аккуратная подвесочка. Интересный подхват с проглатыванием. Сейчас посмотрим, что это такое. Мотоцикл короткий. Короткая база, короткая. Скажем так. Ну что, пропускаем автомобили для того, чтобы их разорвать. Ну что, дорогие друзья, прокатимся на выфере. Ну, поехали. Ну что, фая! Приготовились. Поехали! Очень интересно идет на подхват. В-образник все-таки. Ничего-ничего. Заходим. Поворот. Нагибаем. Мотоцикл легкий. Удобно управлять. Суженое седло позволяет работать корпусом. Разгоняемся. Хорошо идет. На скоростях срабатывают отсечки. Мотоцикл слушается просто на 5 баллов. Показывает шестую передачу нам. Более энергично, скажем так, повернем. Очень интересно. Запутанные пульты. Как будто в германском мотоцикле. Пи-пи-пикали. Мотоцикл очень маневренный. Красивая работа двигателя. Но в-образник все-таки не дает таких, скажем так, выстрелов. Попробуем его сейчас положить на апексы. Ну что, фая! Поехали! Эх, трасса загружена. Ну сейчас, сейчас, сейчас мы выстрелим. А это моя хорошая! Поехали! Поехали! Срабатывают отсечки, мотоцикл свежего года, на 200 срабатывает отсечки, ну где-то возле этого, а так в целом очень интересный мотоцикл с хорошим потенциалом, очень даже, в нем собран вес, маневренность, удобный по седлу конечно же. Подрыв неплохой, но так как мотоцикл с Японии, у него есть свои рамки. Отличный вариант, очень интересный. Хонда ВФР 800 дорогие друзья, пожалуйста, инопланетянин, Владислав подошел, пожалуйста, это настоящий инопланетянин, очень удобный, легкий, маневренный и даже люди в возрасте, вам же интересен этот мотоцикл, красивый, правда? Даже людям в ихнем возрасте красивый мотоцикл, так что дорогие друзья, завидуйте, этот мотоцикл уже приобретен, обращайтесь в нашу компанию motolife.ru и мы вам привезем такую же красоту и вы вот так же будете. Тара-та-та-та-та-та-та, тара-та-та-та-та-та, как я сейчас здесь. До новых встреч. Да, да, да. Ну все. Ну что я вам скажу. Японец. Хороший мотоцикл. Ну срабатывают ограничители на 200. Становится скучно. Да поворота 200, что вы.